Микс Ньюс Добрый день, уважаемые слушатели! Эта программа «Встретились, поговорили» Сегодня проведу её я, Олег Пека В нашем городе проходит ярмарка искусств Art Riga Fair И вот сегодня у нас в студии организатор этой выставки, ярмарки Галина Максимова Здравствуйте, добрый день И один из участников знаменитый художник глава творческой группы «Медьки» Дмитрий Шагин Здравствуйте, Дмитрий Добрый день Может быть, сначала несколько слов о том, каждый год мы ждём, приезжают художники какие новые имена чем, может быть, отличаются потому что я знаю, что каждый год стараются организаторы устроителей чем-то удивить чем-то порадовать новеньким, интересным Спасибо В этом году главным гостем Art Riga Fair является итальянский художник фотохудожник из Милана Джордана Марганти И мы представляем на выставке ретроспекцию его работ в том числе цикл, который сделал его знаменитым Это цикл доктора Франкенштейна рассказ о психически больных людях И Джордана – это мастер психологического портрета И он через этот цикл пытался найти, эстетизировать и искать красоту в чём-то ужасном, неприглядном, страшном Это главный гость Но на самом деле на выставке в этом году очень много разных интересных проектов Один из проектов – это видеопроекты Элины Малыгиной, посвящённые материнской теме И что-то у меня разговор не повёлся Я переживаю Но в этом году у Митьков, на самом деле, у Дмитрия Шагина Вот вы у нас какой раз? Третий? Самый лучший? Четвёртый Четвёртый раз И мне вот именно в этом году Мне ваш стенд больше всего за всё время, что вы на выставке Он какой-то такой вот самый интересный получился для меня Мы продумывали просто Да, продумывали До этого всё время был экспромт Нет, ну не совсем Но в этом году просто получилось, что у нас год Менделеева Там в Питере И у нас была ночь музеев Этот портрет Менделеева, как его, Менделеевшка я его называю Менделеевшка, да Он был символ вот этого вот Всей ночью музеев Это как бы такой портрет Даже некоторые говорят На Леонарда Давича похож Да, я тоже знаю Вот, и надпись элементарная То есть он это увидел, вот эту таблицу во сне То есть абсолютно настоящий Митёк Тем более он Митя, Дмитрий Вот, это центральная работа Её можно посмотреть Я даже видел на каком-то, на сайте даже Обязательно Но ещё вообще 9 работ Я и Татьяна Шагина Остроумно очень, да Дмитрий Менделеев элементарно Элементарно Что ещё? Кто ещё принимает участие? Там я понимаю, что эстонские приехали В этом году у нас 4 участника из Эстонии Это, по-моему, в прошлый год не было Этарту, был Франк Коп Он и в этом году участвует Который живёт в Тарту График и преподаватель А в этом году у нас участники из Сталина Даже из Силами И мы очень рады, что выставка Она как-то начала привлекать И ближайших соседей тоже У нас из Белоруссии Традиционно уже гости принимают Не только из Японии, короче До этого у нас какие-то Всё время были экзотичные Из Канады в прошлом году были Из Японии Из США, само собой Викинг же приезжает Из Исландии Уфур Карлсон, который тоже не пропускает Ни одну нашу ярмарку Это молодой художник из Исландии А ещё будет тема Всё-таки дальняя Тибета Представлена Да, художница, которая живёт сейчас во Франции И у неё такое, как можно сказать Сценическое имя Клэр Витал Она создала экспозицию Это фильм 99 минут Про восхождение на священную гору И как бы вся экспозиция этого стенда Она, ну, зрители Ну, как бы может на себе Через эти фотографии Через этот фильм Прожить этот путь на гору Поговорить с художницей И оказаться в этом Другом мире А этот фильм показывают Да, он идёт нон-ступом на экране То есть можно прийти И попасть в любой момент На этот фильм Хорошо, да А что касается Вот ваших, Дмитрий, картин Я понимаю, что Шагина Это всё-таки Не однофамилица ваша Это супруга Супруга, да Да, да Чтобы было всем нашим слушателям Понятно И скажите Вот движение Медьков Ведь Как можно к нему Ну, то есть Вот, предположим Какой-то художник Хотел бы Ступить Я не знаю Вот есть ли какой-то Вот я там Вступая в ряды Медьков Торжественно клянусь Там какой-то знак Особой симы Ну, я не знаю Там парк Билет какой-то Ну, у нас, конечно, нету Медь-билет Билетов нету Ну, просто Медьки Они, как известно Никого не хотят победить То есть Поэтому, наверное Их к нему привлекают Много внимания Таких вот Братков и сестрёнок Медьки есть по всему миру И в Латвии есть И в Эстонии есть В Латвии И где только нету Вот вчера Вот по интернету Белорусский Митёк Я явился Прислав работы Можно тоже участвовать То есть получается Что человек сам решает Люди, да Люди говорят Я тоже Митёку Я тоже как бы Вот хочу Как-то участвовать В ваших выставках Потому что у нас Арцент Или как музей называют Митяков в Питере Там приезжают Ну, со всех концов Уголков России И других стран Да А как получается Что вы должны дать Какое-то, ну, одобрение Или вы говорите Ну, нет Ну, что такое Вот это немножко Недостаточный Митёк Ну, конечно, это должно быть Все-таки позитивное искусство Да, вот такое Несущее какой-то Такой эмоционально Очень радостный Такой вот заряд И, конечно, это привлекает Но бывают и грустные картины Вот мы уже говорили Сегодня про итальянцев Вообще-то тоже такое От чести Митёк Потому что он О людях переживает Как бы, да То есть у него душа-то Вот болит за все Что происходит Да, да Ему тоже То есть это не то Что у нас уж так Все слишком радостно Ну, Джордана, например Он же раньше работал В глянцевых журналах Снимал там моделей Актрис А потом он сказал Нет, мне все это не интересно Я принципиально Буду заниматься Только черной Традиционной Черно-белой фотографией И он как бы Следует этому принципу Подальше от глянца Подальше от цветов Конечно Потому что он тоже Браток такой Понятие И поэтому У нас же не только художники И музыканты И поэты И кого только нет В нашем движении Вчера было День рождения Горбищникова Например Мы слушали его пластинки И там Он тоже Горбищниковские темы Поет и так далее И, кстати, рисует Очень здорово Горбищников Вот Поэтому Это настолько Уже Обширное И Трудно даже Описать Сколько и где Сейчас у нас В Париже Проходит выставка Это Песеченная Хвостинка Это хвост Это наш бодрог Это большой Все помнят его Песни Под небом голубым Есть город Золотой Который Багопай Вот И там выставка Мой хвост Тоже Медьки Из Парижа Тельняшка Обязательный элемент Медька Не обязательно Такая Как я сейчас Вообще За любую полосатость Потому что У нас Лозунг Такой Что побольше Белых полосок На тельняшке Поэтому Мне нравятся Французские Там Большая белая полоса То есть Более Радостная Жизнь Она действительно полосатая Не всегда Жизнь Только там Темная Или только Светлая Хочется расширить Эту белую полосу Вот И поэтому Я приветствую Любые полосатые Тельняшки Сфитера Футболки И все Кто считает себя Медьками Обязательно Одевают Эту Тельняшку А вообще У нас В Питере Есть даже Праздник Такой Даже Тельняшка Это 1 сентября Ну бывает На выходные Может 31 августа Это вот Все выходят На улице В тельняшке Такой некий Флэшбоб Такой Питер Одевается Просто Это уже Как символ Питера Тельняшка Стал Но ведь И можно сказать В вашей жизни Карьера Это тоже Такая Своего рода Тельняшка Полосы Были полосы Когда Искусство Было Считалось Неформальным Подзапретом Затем Был момент Когда всплеск Бум интереса И затем Когда становится Искусство Более Может быть Скажем Коммерческим И вот Как В какой Из этих Периодов Легче Жилось Вот когда Ну запрещали Но был интерес Когда взлет Был Или когда Ну скажем Приходилось Зарабатывать На жизнь Уже Понятно Дело в том Что В советские времена Я зарабатывал На жизнь Работая Двух котельных Поэтому Поэтому не хватало В общем Семью Содержать Вот Сейчас Наверное В котельной Уже столько Не заработаешь Как тогда Тогда Как-то дешевле Все было Вот А сейчас Я Правда Еще не заработал Но я сейчас Стал кинорежиссером Я снимаю Фильмы Вот У меня Сейчас Ну 2020 год Должен выйти Наш первый фильм Это Два наших Таких Два дворника Медька Я слежу Активно За процессом На Предыдущий Артфейр Помнишь Была Картина Где эти Два дворника Играют Один На Балакина Это Эскиз К фильму Как раз И сегодня Я в рамках То есть Не сегодня Наверное Завтра В рамках Дальше Артфейра Я покажу Наверное Может быть Не целиком Но чтобы Было представление А второе У нас Уже Это Финский Это Действие Финляндии Происходит И вот Эти Два дворника Они спасают Экологию Финляндии Вот Это тоже Очень важная тема У нас Премьера Будет 18 февраля В Хельсинки Это полнометражный Фильм Или короткометражный Первый Час 08 Второй Где-то Будет 45 минут То есть Такой телевизионный Скорее формат Это финский Это советский А третий Мы только начали Снимать Он будет Ну час 20 Наверное То есть Это приключение Дальше Продолжается Вот этих двух Братков Дядя Митя Дядя Митя Очень забавный Давайте встречать Третью серию Приключений Мистиков В Риге Я в этом секрет В третьей серии Они попадают Вообще Они в другие Измерения Могут попасть У них Там специально Есть ученый Такой Генри Францевич Который Изобретает Разные штуки Можно передвигаться В пространстве Во времени И так далее Поэтому и в Ригу Могут попасть Это уже у нас Как бы заложено Вот такая история Но конечно Сложно Вот вы задали вопрос По поводу Когда было сложнее Когда Был такой бум На западе Вот мы ездили Много было выставок И в Америке И в Германии Во Франции Конечно Тогда был вообще Какой-то огромный интерес И картины покупали Тогда был Сейчас конечно Такого уже нет И в общем Это конечно сложно Вот у меня сейчас Была огромная выставка В Москве Там такой гостиный двор Такое новое пространство И там по-моему Оно работу купили То есть это Ну сейчас Сейчас нет такого Вот что Спроса Поэтому я Но может быть Именно из-за того Что когда исчезает Ну я не знаю Вот этот элемент запретности Может быть Вот этот Тоже играет Когда Ну Тогда ведь Это всех интересовало Потому что вроде бы Это было все Как будто запрещено Какие-то полуофициальные выставки Какое-то было Вот Я хочу Я хочу Ну Я уже рассказывала По-моему Что я в 86-м году На Арбате На заборе Когда первый раз Увидела Игровоты Я настолько впечатлилась Что я на последнее Не помню Сколько у меня там было 5 рублей Или там 10 Которые мне мама Дала с собой И в общем Я потратила На свою первую покупку Искусство Купила этот лист Там печать По-моему Форт был Какой-то Да Это лидер гравюра Василия Голубева Да И я была так Горда этим листом Что Своим первым Своим первым Приобретением Искусства С чего все и началось Мне кажется Что Тем как бы Настоящий художник Отличается От него Что он всегда делает То что он В любой ситуации Там запретное Незапретное Что он создает То искусство Которое Ему самому нужно Потому что Да Вот это Ну я хотел добавить Что просто Мы не являемся Все равно Такими официальными Художниками Хотя нас называют Там брендом Петербурга Там И символ В этом году Была большая выставка В Эрмитаже Это Петровский открывал Это Такие Митьковские объекты То есть Это не картины были Это очень интересные Научные приборы Фантастические Совершенно Вот Тоже Они в фильме Кстати есть Там немножко Показано Вот И Собственно Митьков Любят Ну просто За их И добрый Посыл Такой Добрый Позитивный А если бы мы Стали какими-то Официальными Делали бы Какие-нибудь Там Городские проекты Такие официальные Наверное Было бы Это неправильно То есть Мы остаемся Все равно В общем-то На самом деле Все равно Деграунд Питерский Вот У нас В нашем помещении Пытались выгнать Много раз Оттуда кстати Конечно денег-то нету Но зато Есть Какая-то радость От общения От творчества Вот это главное Вот А ну что делать Ну да Медики-бесеревники Получились такие То есть Не забогатели Вот А вот это Общение Есть ли Ну Остаются ли Связи Вот С теми Кто начинал Движение То есть Вот это Или Как-то Жизнь Может быть Разогнала Разобщила Остаются И более того У нас Сейчас грядет 35-летний юбилей Нашей первой выставки На которой Пил собственно Цо И вот Мы тогда Очень братались С ним Это вот На будущий год 35 лет И мы Начнем Сначала С юбилейной Квартирной выставки Которую тогда Разогнала милиция Вот тогда В те годы Да Это был 85-й год И это считалось Как бы таким Медики Это что-то такое Уж совсем То что не вписывалось Вот эти советские Как бы критерии В искусстве Да Вот А то что вот Галина рассказала Это уже чуть позже Это уже 86-й 87-й Эти вот Гравюры Замечательные Да И тогда уже Все-таки Началась перестройка Где-то Началось 87-го года Уже стало намного легче И в общем Парадические цензуры Отменили Сейчас Опять ее потихоньку Вводят Ну вот что делать А вот Насчет цензуры Действительно Насколько вы считаете Нужно ли Каким-то образом Контролировать Художник Ну то есть Вот можно ли Где границы Вот искусства В дозволенного Потому что все время говорят Что искусство Может кого-то оскорбить Там не знаю Чувства верующих Там какие-нибудь Там Я не знаю Там нетрадиционные Там отношения Могут оскорбить Те кто проповедует Традиционные Ну вот Вся вот это Ну если человек Хочет оскорбляться Он найдет К чему придраться И скажет Что оскорбляет Может я там Не так нарисовал Карла Баркса Например У меня картина Медьки уговаривает Карла Баркса Не писать Коментарь Наверняка И здесь Расскажут Как же так Карл Баркс Это же наша святая Он там все это Придал Медьки Но если Знать историю Действительно Вторую часть Не написал И Карл Баркс Сказал Что я не марксист Это было Дело Медьки его уговорили То есть Он не стал продолжать И поэтому Прицепиться Можно к любому К изображению Там Я не знаю Каких-то таких Известных людей Для которых это может быть святое Вот нельзя это трогать Да Того же наверное Ленина Которого тоже Вот юбилейный Был еще год Вот Я тоже специальную картину задумал Сейчас не буду рассказывать Вот Ну что же То есть Ну такие картины На злобу дня появились Не совсем А тогда в те годы Было просто Вот Ну цезура была простая Что нельзя изображать Ничего религиозного То есть Там есть какой-то крестик Там Что-то такое Это нельзя Нельзя эротику Вот Любой Если там Нюва там На жёлка Это вообще нельзя Под запретом Вот Ну и третий Был такой Атисоветский А что значит Атисоветский Я не знаю Например У нас был Кира Миллера Нашего Портрет Лена в горках Вот у вас При входе на радио Портрет Лена Висит А Кирилл Савлиенко Сидит в очках Детишки Обязательно Трогательно Такой был скандал Как же так Это вот Скорбились Они Что Ленин Ну вы понимаете То есть Вот эти критерии Непонятные были Они вот Оскорблялись Тогда И всё там Запрещали Картины снимали Там нельзя было А сейчас Опять возвращаются Пытаются опять Что-то такое К сожалению Но слава богу Здесь в Риге У нас Никто ничего Всё Без всякой цензуры Правда Мне кажется Так Я давно Для себя Это как бы Сформулировала Что на что Люди Как бы Могут обидеться Это Там Политика Религии Секс Но я так думаю Что если Всё это Из искусства Совсем исключить То оно будет Совсем неинтересно Если этих Трёх элементов Абсолютно Там нет То останутся Одни Натюрморты С тыквами И Пейзажи С облачками Ну да Ну а вот По поводу эротики Ведь господи Ведь в Академии художества Рисуют обнажённую натуру Почему что Прямо там Она вписывается В какие-то Любые сюжеты Да Вы знаете Вообще Обнажённая натура Это же очень Вообще Главное Такое изображение Отечное Мир И Тот кто не любит Изображать людей Ну и Обнажённое тело Он вообще Я считаю Не художник Вот например Был такой Начальник Германии Который несколько раз Поступал В Венскую Академию И он каждый раз Правда Ну что он хорошо Пизажики умел Вот такой Сладкая Такие какие-то На тебе мортики А тело он не умеет Людей-то не понимал Не чувствовал Не любил Понимаете И потом И потом Кто из него Вырос Понимаете Просто ужас Там был Строен Поэтому Вот это Очень важный момент Мне кажется Что Обязательно Надо изображать И обнажённую И рисовать С натуры Это очень важно Потому что Надо Человека любить И тогда Я думаю У нас и мир Лучше станет Вот Они рисуют Какие-то просто Пейзажи А митики рисуют Портреты Например на заказ Вот если к вам Обращаются Просят нарисовать Ну Специально нет Но если очень попросят Бывает такое Да Вот Рисовали Портреты Ну Сейчас видите Портретов много Делают просто Фотопортреты Как фотопортреты Сейчас же не обязательно Уже сейчас такое Нет Но с другой стороны Вот писать В какой-то сюжет Вот Ну вот если Просит В митковский сюжет Вполне можно Почему нет Мы сейчас Сделаем небольшую паузу После чего продолжим Наш разговор Я напомню Что сегодня В нашей студии Дмитрий Шагин И Галина Максимова Организатор Арт Рига Фэйр Микс Ньюс Продолжается программа Встретились Поговорили Вот сегодня мы встречаемся И говорим С организатором Выставки Рига Арт Рига Фэйр Галины Максимовой И художником Дмитрием Шагиным Можно сказать Зачинателем Движения Митьков Хотя Я понимаю От чего имени Дмитрий были Сами Митьки От вашей фамилии Да Вообще Мой отец Владимир Шагин Замечательный художник Петербургский Вот Он Ну придумал слово Митек Потому что Он меня называл так Вот Митя Ну Митек Это как бы ласковая Вот А Митьки Это множественно От Митек То есть он говорил Все Вы художники Мои Детки Такой Как отец Митьков Так что Ну да Получают В честь меня Митьки От слова Митек Хотя Наверное Можно было По-другому Назвать Но Людям нравится Что-то в этом Есть милое Такое Какое-то Ну да Такое Объединяющее Все это движение И всю эту Субкультуру А как В принципе Вот Роль отца Вот В том Что вы стали Художником То есть вот Когда вы Решили Пойти по его стопам Дело в том Что Тогда Послевоенная Вот В Питере Была целая Компания Вот таких Подпольных Независимых Художников Они назывались Орден Ниществующих Живописцев Вот Вот отец Мой входил И моя мама Наталья Жирина То есть Я родился В общем Ну Среди Вот Картин Среди Вот этого Общения Да То есть И конечно Наверное Вряд ли бы Я мог Стать Каким-то другим Инженером Вот Но отец Хотел Чтобы я стал Моряком Вот И собственно Теляшку Это он мне Ее сразу При рождении Выдал Мне была мечта Потому что Море Корабли Это романтика Это свобода Да Что-то В те времена Было сложно Вырваться за границу Моряки Они по всему миру Кругосветное путешествие Это была мечта Но К сожалению Когда мне было 4 года Мы в отца посадили За его искусство И он отсидел 6 лет То есть Это вот действительно В мое время уже не сажали За искусство А тогда вот Бродского посадили Ну Его в посылку Отца И так далее А мама Меня отдала Не в Нахимовское училище А отдала в художественную школу При Академии художественной Мама так сразу поняла Что лучше Пусть рисует Так и получила Но правда Мама мне говорила Что я Она очень хочет Чтобы я стал актером Еще И режиссером То есть Я понимаю Что сейчас Да Я понял Что Актерская у меня Карьера еще Там с 80-х годов Я очень многие фильмы Снялся Вот Но я подумал Что нам все-таки Заняться еще и режиссур Тем более Что один фильм Мы уже делали Такой музыкальный Это Митьковские пенсии На крейсере Аврора Да Ну в интернете Можно посмотреть Вот Вот музыкальный А я все-таки Решил сделать Уже такое Как бы Кило Ну Митьковское То есть Вот у меня Друзья Такие искусствоведы Смотрели Да Ну предварительно Говорят Да Это какой-то новый жанр Такого еще не было Митьковское кино Такого еще не было Жанр Вот Поэтому я вот По заветам мамы Решил все-таки Вот уже сейчас Третий фильм делаем Так что Так что Я понял Что и балалайка Ведь тоже из этой школы Всплыла То есть там От учителя физики Да Да Дело в том Что во-первых Учитель физики У нас Он говорил так Что Вы ребята Вообще-то художники Зачем вам эта физика Давайте лучше сыграть На балалайке Вот он выходил Играл Митек настоящий А говорит А кому интересно Я типа на переменке Вам задачи кидаю Там все Вы будете решать То есть Вот так Но дело в том Что мой отец Он еще был Профессиональный музыкант До того Как его посадили Он Он играл на бас Балалайке Огромный Такой балалайке У них был оркестр Русских народных инструментов И вот он объездил Всю страну Вот С гастролем Так что Он у меня вот такой Не только художник Еще и замечательный был Он очень здоров На гитаре Играл на мандолине Так что Это тоже у меня с детства Так как Получил балалайка А скажите Вот вас уже водили Наверняка по музеям И Ну Когда вы учились С там Школьниками Вот Что именно Какие нравились Мастера Когда вы ходили Вот Но Мой отец Всегда меня Ну уже когда Он освободился Он меня приводил На третий этаж Эрмитажа Где импрессионисты После импрессионисты И показывал Я тоже Мой отец Первый раз Мой отец Меня первый раз Привез к Матису Когда я увидела Этот танец Матису Вместе с отцом Я поняла Что это так важно Что именно Именно близкий Человек Себе это показал Этот момент Ты никогда не забудешь Что вы это Вот этот восторг От искусства Что вы его Вот именно Вместе испытали Правильно И причем У отца было Своим видением Он говорит Вот посмотри Картина Ириса Называется А если приглядеться Там вдали Вот маленькие Чаечки Играют в волейбол То есть он видел Даже то что Ван Гог Может быть даже Не очень понятно Потому что Правда А там Действительно Вроде как То ли это Лепестки такие Там действительно Такие вроде как Играют в волейбол То есть Потому что Ван Гог Действительно Столько всего Вот в работах И поэтому Конечно Благодаря Отцу и маме Потому что С Хэша Ну они конечно Там соцреализм Понимаете Они нам не говорили Что надо ходить Смотреть им Ходили Надо смотреть Всякие Советские картины В общем Ну так То есть это конечно Другая история Поэтому Собственно Тогда Пересадим Было ругательное слово И это как Формализм Еще их называли Мне повезло С родителями Они мне Направили В нужном направлении В искусство А вот искусство Оно В какую Все-таки По-вашему Несет Миссию Потому что Раньше Скажем Самое примитивное Было просто фиксация Там окружающей Действительности Затем Ну там Религиозная Вот в наши дни Что дает Людям Искусство Когда есть фотография Когда есть Там огромная Другая возможность Фиксации Реальности Да Искусство Загадка Дело в том Что я Когда я попал В Лясково Вот эти росписи Древние Да Это какое-то там Ищелетие Да Во Франции По-моему 30 тысяч лет Наверное Я поразился Насколько современно Это выглядит То есть Тогда уже Вот эти Животные Да Вот Там Значит Олени Там И лошади И быки Но настолько Это И я потом Прочел Что Пикассо Говорит Что уже Все сделано До нас Сказал Все Все было То есть Настолько Удивительно Просто И поэтому Я понял Что искусство Оно Приходит Откуда-то Сверху То есть Это не то Что мы Такие вот Молодцы А это Какая-то Связь Там С космосом С Богом Да И Таким образом Видимо Это нужно Для людей Чтобы они Ну не знаю Может их жизнь Как-то она Была не такая Тяжелая Потому что Искусство Оно И радость Несет И объединяет Людей Да Вот Это Это очень важно И безусловно Ну вот Проходит время Да Уходят там Политики Там все А искусство Все равно остается И люди помнят Что у нас Были такие фильмы Замечательные Такие были Картины Поэзии Это же очень важно То есть это то Что остается Подобно Всегда А вот для вас Ваши картины Потому что Ну Есть по-моему Хрестоматийный анекдот Про художника Который Приходил уже На выставку Своих работ Еще пытался Дорисовать Дорисовать Свою картину Я таких много Каждый второй Наверное Пытается Вот когда для вас Эта картина Заканчивается Вот когда Расстаетесь с ней Вот как Что это Да Это Это сложно Мне часто так Что я просто Вот во сне Я что-то Вот я вижу Картину Вот как Меделин Да Встаю Начинаю делать Эскиз То есть у меня Ну как бы Работают Образы Вот эти Возникают Если не во сне То все равно Это сначала Должно возникнуть Внутри Вот это Вот как это Должно выглядеть Да И потом Когда Ну вот я уже На холсте На красками Ну я как-то Так Понимаю Что все И все Подпись Нет У меня нет Такого Что надо Переписывать По сто раз Нет Я как-то Потому что Мне кажется Что вот когда Переписывают Люди начинают Подходят к белому холсту И еще не знают Чем Сомневаются Да Что там будет В результате Потому что Очень сложно Это же белый холст Это же тоже Такая магия Вообще И как ее запачкать Да Да Вот И поэтому Я молодым художнику Совет Рисовать Таких картонках Знаете Чтобы Ей не было жалко Брать буквально Ну не знаю Какую-нибудь Такую Или крафтовую бумагу Такую Чтобы не так Люди боятся Белое закрасить В старину художники И прематуру наносили Они просто делали фон Сначала такой коричневый Легче А это белое Сложно очень Вот перед белым Поэтому Многие Что вот еще Еще надо доделывать Переделывать Но это процесс Такой Увлекательный И Необъяснимый Я думаю Как это все получается Но я думаю Что Это все Ну как-то есть Какая-то Связь с высшей силой Я думаю Тогда получается Вот как-то так А как Вот происходит Расставание С картиной То есть Важно ли В чьи руки Она попадет Как это Говорит Вот есть у меня Такая картина Я говорю Да Знаю Такую картина И она как-то Обратно Как бы Попадает И потом Идет по следующему Кругу То есть это Ну Действительно Так Вот И очень радостно Когда Например Проходит год Например Человек говорит Там У меня есть Ваша работа Которая досталась Нет моих родителей Я говорю А покажите Ну сейчас же Можно все Они раз присылают А я Мне так приятно Она в людей висит Вот это здорово То есть Когда Это Ну действительно И Поэтому я считаю Что когда И дома висит Тоже хорошо Не обязательно Это в музеях Главное Чтобы она работала А вот как Сейчас происходит Вот этот Момент Встречи Вот художника И покупателя Потому что Я понимаю Что Ведь это Как раз таки Существуют Арт-дилеры Галереи Вот это Ну сам Такой Большой механизм Насколько он Важен Нужен Для того Чтобы эта встреча Вот состоялась Человека Который хочет Найти эту Картину И человека Который создал Эту картину Ну вот Наверное Скорее Надо Угарить Я тоже думаю Что Медьки Они сами себе И дилеры И галеристы И им как бы Посредники Не нужны Ну Для остальных Художников Я все таки считаю Что роль галериста Она Она недооценена Да Она важна Конечно Ну потому что Настоящий галерист Он как бы И ведет По жизни Художника Он ему помогает Развиваться Он ищет Именно вот эти Правильные встречи Он чувствует Чтобы этот Зритель И художник Встретились Потому что По моему опыту Мне иногда Самое кажется Что вот Есть художник И он что-то Вот мне нравится Творчество Но вот Мне кажется Что вот Это вот никогда Это невозможно Продать Это абсолютно Что-то очень Такое странное Непонятное Может быть Ну Непродаваемое И все равно Находится человек Который приходит На выставки И вот именно Вот это Странное Непродаваемое И вот он скажет Вот я всегда хотел Вот именно это Как я счастлив Что я это увидел Как я счастлив Что вот я вот Именно это нашел Это всегда Вот это Вот это вот Такая Но мистика Не мистика Но вот они Как-то находят Друг друга Этот зритель И художник И в этом В этом заслуга Галериста Мне кажется Ну и кроме того Вот когда вот Устраивают такие Вот замечательные Такие выставки Да ярвардки Это же многие люди Не обязательно даже купят Они просто узнают Они увидят в интернете То есть это Это процесс Это долгий Да это процесс Конечно Это не значит Что сразу там купят Я например Я не рассчитываю Что тут кто-то будет Но все равно Это работает Потому что когда картины Просто дома стоят И никто не видит Они как бы Умирают Надо чтобы люди видели Это очень важно Показать И поэтому вот Ну я считаю Надо приезжать сюда Чтобы здесь посмотрели Мне только что В Москве была большая То есть москвичи То есть это вот Хорошо Как раз вот Ну обязательно их вот Выставлять Чтобы они были На глазах людей Да То есть это очень важно Опять же ведь Это тоже сложно Вот художнику Хорошо у меня есть там Вот мой музей Где люди приходят А вот так вот В художественной мастерской И куда В галерею Раз в год Сделать персональную выставку Или получать А поддержка Эмоциональная Художник Нужна Всегда Чтобы о нем писали Говорили Потому что актеры Они работают со зрителями А художники Тоже со зрителями Вот И картины тоже Они Ну что ж Дома и там мастерской И все Это очень важно Вот мы как раз Затронули Темы этой связи Мистической И говорили о том Что вот Буквально Это какой-то Ну мистический процесс Ведь Ну Пастернак Например Часто говорил Что вот Книга стихов Он говорил Сестра моя жизнь Она была мне дана Вот он как бы так Говорил что Да он просто Чуть ли не записал Вот все что Вот скажите Вот вы чувствуете себя Ну религиозным человеком То есть вот Ну как бы Верящим во что-то Необъяснимое Нет ну безусловно Безусловно Более то Я думаю что все люди Отчасти Они То есть даже Атеисты во что-то верят Да которые говорят Что вот Бога нет Все равно Ну то есть все равно И есть связи Между людьми На каком-то тоже Космическом Вот то есть тоже Это все Это все очень непросто Это загадочно И без высшей силы Наверное Ничего бы не получалось Ни у кого Вот Так что Я считаю что Да я Можно сказать Я верующий человек А вот Для Скажем Художника Что означает Вот счастье Это Ну вот Ну я не буду Подсказывать Просто Ваше Определение Нет Просто хотел сказать Что сразу Может быть там Слава Почет Деньги Не знаю Еще знание Ну вообще Для художника Конечно счастье Когда его То что делает Люди Востребованы То есть люди Нравятся Они Это смотрят Они это комментируют И сейчас В соцсетях Да Комментируют Вот это важно Я считаю Это и есть счастье Что ты Это делаешь Есть отклик Это очень важно Я думаю Что Ну я очень счастлив Потому что я Вот Как бы Вот Работаю И То что я делаю Многим нравится То есть Есть конечно Может кому Не нравится Но все таки Вот в основном На меня находят Какие-то очень Хорошие отзывы И Я поэтому счастлив А что у вас Было за проект Такой с этими С буквами С буквами Азбука Или как это Называлось Я видела Это тоже было По Метеремов Да Что-то такое Да Это я вот Как раз Приделся Показать Это Это у нас на ночь Музеев Мы делали Рисовали Первые Вот сейчас Я вот покажу Вот И на ступенях Эрмитажа Камеру А да Вот А вот можно На ступенях Эрмитажа Это биржа Азбука Мы рисовали Всю ночь Двадцать художников Химическую азбуку То есть Каждый элемент Он Ну Расшифровка Что это означает Потому что Ну там Латинские буквы А что это А там именно Ну Что это в жизни Может это фермерки Какие-то там Из этого делаются Элементы Или там Я не знаю Там вода Которая дает жизнь Всего Металл И так далее То есть Разные И это Очень интересно Под руководством Академика Люлина Это у нас Наш друг Он тоже Митек Митек Член корреспондента Между прочим Просто такие Митки Вот сделали Такой проект Замечательно На ночь в музее По-моему в Риге Тоже есть ночь в музее Тоже есть Но таких вот У нас не было Интересных Да У нас такой был Перфобус Мне почему-то Как оказалось интересным Что я тоже Делаю такие эксперименты Я пытаюсь совместить Несовместимый Допустим там Спорт И искусство Ну да А вот здесь химия И искусство Мне это показалось Таким Интересным проектом А еще я знаю Что когда Ну ваши же картины В советское время Там конфисковывало КГБ Да Была по-моему Очень смешная история Когда вы делали выставку И вот из разных там Источников приходили картины Да И даже была там Картина На которой был стоял штамп Что поступление Из фондов КГБ СССР Да Это была выставка Это делал русский музей И там выставка Золоса Трепета До шаги Портреты У него автопорет Накатил Очень классная работа Я очень жалею Что ее тогда Дело в том Что должна была Быть выставка В Париже Ну это ее 80-е И у нас просто Все это арестовали Ну и французы Вывозили Да И все попало В подвалы Большого дома Но часть правда Передали русскому музею Что мне приятно Так что Это же очень интересная история Маршрут выставки Очень арестовательный Да И они кстати выставляют Так вот по одной работе Практически каждый год Они берут Вот эти Ну то что Перекачал из подвалов К ним Они выставляют Еще меня даже не информируют Я говорю Это же Мои картины Выходят к того А это типа Вы же там не продали За настояние государра Уже Ну как бы А сколько там Интересно вообще еще Может быть работы Какие там могут быть Видимо много Вот таких конфисков Моих наверное штук 10 Только моих Там Да Так что это Ну как бы И других же тоже Наверняка И других же я понимаю Тоже авторов Да Других и не только Митьков конечно Удивительно То есть получается Что еще какие-то Пласты Да Где-то в запасе Лежат Незнакомые люди А скажите Вот чем все-таки Сейчас вот Зарабатывают художники Насколько Ну это вот Ну вот условно говоря Своим детям Детям знакомых Друзей Вот вы бы советовали Становиться художником То есть Насколько эта профессия Ну Достойная Уважаемая И Ну скажем Прибыльная Ну Я думаю Что Профессия Достойная Уважаемая И Единственное Что Рассчитывая На то Что будет Покупать Картины Конечно Не приходится Как известно Ван Гог По-моему Одну картину Продал Да А там старался Его брат Очень сильно Если бы у меня Была возможность То я конечно Бы приобрела В свою коллекцию Митьков И не только Вот Поэтому тут Конечно сложно И Другое дело Что Надо выбирать Профессию По душе А если Ты будешь Посвящать жизнь Зарабатыванию денег И ничего Не будешь делать То что тебе Приносит радость Тоже По-моему Несчастливым Будешь человек Поэтому тут Надо выбирать Так что И опять же И в искусстве Если ты станешь Коммерческим художником Просто делать бабки Вот на Каких-то вот Таких заказах И все Ну тоже Что-то Что-то уйдет И поэтому Тут вот Как бы тоже Очень тонко играть Между Искусством И такой коммерцией Вот вы предусмотрели Как раз вопрос Действительно Вот как сделать себя Узнаваемым Потому что у меня Вот складывалось Даже впечатление Что сейчас все-таки Художники Больше ищут Что еще такого Ну вот Не делали Вот другие Чем удивить Чем удивить Кто-то режет Просто бритвой Холст И вот Он не рисует Но зато вот Он первым Додумался Резать холст Кто-то придумывает Там извините Там Голышом Там искупаться В краске Поваляться на холсте Но это уже тоже Скультура из мух Да Вот это В принципе Когда художник Пытается удивить Чем-то новым Вот в этом Есть что-то Действительно Ну От сердца От искусства Или это все-таки коммерция Ну В каждом случае По-разному Безусловно Но Если человек Заточен на коммерцию Да Он как бы найдет Как это сделать И даже Вот Граффитисты Как мы знаем Даже тоже делают Огромные деньги На своих вроде как Некоммерческих вещах Они же там на стенах Как это продать Там как-то Тоже Поэтому Ну Я считаю Что у художника Нету задачи Забогатеть И вот это главное Потому что Если он станет На такую площадь Надо вот Деньги 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 Ну Он перестанет Быть художником Вот и все А вот эти поиски Там разные Как вы говорите Галышом Из муха И так далее Там не только из муха Из муха Это самое мягкое Как бы Да Это Просто Это Как бы Ну Может быть Это просто Самовыражение Но это не совсем Искусство Даже В каких-то случаях Просто человек Хотел Как-то Выделиться С другой стороны Я как галерист Все-таки хочу Стать на защиту Художников Потому что Многим кажется Что художник Должен быть Бедным Голодным Сидеть На чердаке И я как-то Ну Стараюсь Оберегать Своих художников И даже Когда Ну Кто-то приходит И пытается Купить Какую-то работу Совсем Там За какие-то Копейки Вот Ну как-то так Я как-то Пытаюсь Защитить своих И Говорит Ну смотрите Они такие же Вот художники Они точно такие же Они платят Такие же счета За коммунальные услуги У них есть дети Жены И так далее Им тоже Нужны Действительно Деньги Поэтому Мне кажется Что вот художник Обидеть Легко Не надо Нужно 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 То что художник Может Позволить ему Углубиться У себя Отдохнуть Набраться сил Для Для следующего Какого-то Всплеска Ну Творческого Самовыражения У меня уже Ну наверное У нас время Заканчивается Последний вопрос Бэнкси Митёк Нет Вообще Бэнкси Молодец Потому что Он Целое новое направление Вот этих Мы уже стали Говорить Про эти Граффити Да И у нас Видите Много подражателей Которые Там у нас Представляете Разрисовывают И закрашивают Они опять Такой Сбогатевшие Не по-моему Там Он же Почти Ничего Он как Анонимно Работая В принципе Трудно сказать По-моему Богатевят Те Кто Его потом Перепродают Ну может быть Тоже Да у вас может Подзаработать Людям А кстати Недавно Вот по-моему На Арт-Дог-фесте Был Фильм Очень смешной Про Вот как раз Про Сотрудниц Жека Который ходит И закрашивает Закрашивает Да Это Документальный фильм Вы знаете Мне повезло У меня есть роспись Прямо рядом с нашей Ее теперь не закрашивают Вы знаете Ну например Ну не совсем такая Но вот как Биски Там тоже Морячок Там все Огромного размера Не закрашивают Вот ниже Под нами Нет прямо на улице Под нами там рисуют Каждый день закрашивают Приходите А нашу не трогают То есть уже Мы вроде как Бэркси Да Уже Уже типа Это уже как бы Святое Это приятно Вот Так что я думаю Что Искусство Оно все равно Пробьется Вот Несмотря на на что Главное Надо точно Все время это делать Вот мы сколько Уже получается Уже Если только Медикам 35 лет А выставляюсь я уже Наверное 76 Это сколько же лет Это Боже мой Какой Да Кстати вот Олег Слибников Первый высков в Таллине Делал Вот он сейчас Вот мне приехал Да Самая первая В башне Толстая Маргарита Это 90-й год Еще был 43 года Я посчитал Вот Так что да Главное что Я в одном направлении Действовал То есть я не Не разбрасывался Там Зарабатывание Каких-то денег И тогда и получается Вот Выбрал уже Надо идти этой дорогой Ну и вот как раз Сейчас проходит выставка Арт Рига Фер Железнодорожный музей Вы можете прийти Посмотреть и на работы Дмитрия Шагина И Также на огромное количество Других Замечательных работ Очень огромный Очень интересная В этом году выставка Галина Максимова Дмитрий Шагин Сегодня были у нас В студии Спасибо вам большое Спасибо До свидания